Здравствуйте! Меня зовут Валентин, вы снова на канале Мико Арчер и сегодня снова обзор. Обозревать буду лук Санлида С1. Мне попался вот такой вот обращик китайского творчества, который представляет из себя самый настоящий Target Bow, он же Олимпик для начинающих. Замечательная легкосплавная рукоять, достаточно длинная. То есть вот этот вот лук здесь, по-моему, 68 дюймов, то есть вы можете видеть, в принципе, для меня он по размеру уже подходит для того, чтобы стрелять из него классически. Разумеется, есть все необходимые крепления под обвес, стабилизатор, прицел, дырка под кликер, плунжер, полочка. Что еще хочу сказать? Ну, конечно, вот такая вот замечательная окраска, а по эти рукоятки поставляются самых разных цветов, расцветок. Вот этот белый зимний камуфляж в такую погоду, конечно, радует. Было забавно сначала получить эту ручку, увидеть камуфлированную рукоять, представить себе спортсмена с такой ручкой. Ну, почему бы и нет, выглядит стильно. Если использовать для развлекаловки, а вообще вещь. Сразу хочу предупредить, если вы готовитесь куда-то поступать, идти в спорт, ну, эта рукоятка вам не нужна. Если вы хотите стрелять ради своего удовольствия, идет закупка луков для начинающих, для обучения, где-то до первого разряда ее хватит. И действительно очень-очень недурно. Из недостатков. Вот это меня как злило, так и продолжает злить. Я таких фокусов не понимаю. Я знаю, есть рукоятки, которые точно так же отнимаются, но у них есть, по крайней мере, какой-то небольшой шариковый замок-защелка. Или же на более приличных луках используют даже банальный вид. Мешает это? Нет, не мешает. Так что, в принципе, можно считать придиркой. Очень-очень нравится вот это вот покрытие, вот этот вот замечательный камуфляж. Он буквально мягенький, не боится царапин, прекрасно выглядит. Условия для съемки, как вы видите, откровенно хреновы. Но погода не помешает, матч остается в любую погоду. По луку. Убил. Неплох. Несмотря на то, что... А, кстати, эти луки выпускаются, у них есть рукоятки. Ну, вообще, здесь лук длиной, в зависимости от комплекта, может быть 66, 68 и 70 дюймов. Плечи выпускаются самых разных усилий, по-моему, от 20 до 40 фунтов. То есть, даже, то есть, для ребенка, если собрать такой лук 24-26 фунтовку, это будет отличный вариант для серьезного обучения в будущем. Стреляет. Я не могу сказать, что так уж как-то вкусно, красиво, но Санлида, он же Джандао, всегда славился тем, что он делает крепких, надежных середнячков. Неплохо. Единственное, смотрите, как он тянется. То есть, если мы вытягиваем его маломальски сильно, чувствуется, что он начинает... Вот, смотрите, на вот эти вот участки вот здесь. Видите, он начинает чуть ли не изламываться. Но это достаточно. То есть, вот этот лук, он не для большого человека. С другой стороны, лук не сломается. Если вы возьмете его в развлекательный тир, даже высокие люди его не угрожат. Особой мягкости нет. При выстреле чувствуется определенный хендшок. Немножечко не характерный для таких луков. Однако, это, скорее всего, следствие. Во-первых, не большой цены. Во-вторых, опять-таки, очень хорошей надежности и широких законцовок плечей. То есть, если мы попытаемся этот лук скрутить, ничего не происходит. Вертолета нет, плечи жесткие, что в итоге. Компания Мейнхантер, которая прислала на обзор вот этот лук, в принципе, делает интересный такой подход и старается присылать надежные, крепкие вещи. Как собрать по фирме лук шелест, вот эта модель С1, 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 лук крепкий, надежный. И его можно опять-таки назвать середнячком. Все-таки он тяготеет больше к развлекательной стрельбе или к обучению, скажем так, молодняка. Тем не менее, взрослый человек, если его приобретет, может, в принципе, даже обвешивать, как ему заблагорассудится, а и для развлекалок, и как угодно стрелять. Очень часто спрашивают, подходит ли этот лук для охоты. И почти всегда это спрашивают, когда лук обладает каким-то или агрессивным дизайном, или соответствующий раскраску. Нет, это не охотничий лук, не нужно возлагать на него то, для чего он не предназначен. Для этого есть другие луки. Это замечательная вещь для, я уже сказал, для развлечения и для начальных этапов обучения. Спортсмены его обстреляли. И, в принципе, все мои, то, что я сейчас говорю, это вывод, в том числе и опытных стрелков. То есть, особо нареканий на этот лук не было, но спортсмены, которые стреляют из лука в закосарь, разумеется, они считают, что лук так себе. Ну, это логично. Но, так или иначе, получить удовольствие с этим луком можно, и вещь неплохая. Вот такой вот маленький обзор. Спасибо за внимание, до новых встреч, пока.